Там по-моему кто-то есть, какой-то шоу. У нас в гостях Сивара Назархан. Привет Сивара! Спасибо большое за то, что согласилась дать нам интервью. Привет Маратка, так официально, так непривычно. Для меня на самом деле это необычное сегодня событие, потому что я много лет с тобой работал вместе в одном ансамбле, и это для меня сейчас какой-то новый вид ансамбля. Да, получается. В котором я беру какие-то еще неизвестные мне гармонии. Я не буду спрашивать про биографию, задавать вопросы, творческие планы, кому нужно залезть в Википедию и посмотрят. Ну это тоже факт, это правда. У меня вопрос такой, который меня интересует. Вот в твоем творчестве были разные периоды, разные музыки, да. Например, Йолбуссен, Народный. Это потом альбом Сен, Электроника. Альбом Торто Дур, это опять Возврат к Народным. Ух ты, как ты все, ты уже все пополкал. Русский альбом, так легко, это опять Электроника, да. Я там просто немножко сейчас не помню именно вот хронологи. Да, да, да. Ну я вот примерно. Ты уже расставил. Потом более британское звучание, это альбом Письма. Мне интересно, что сегодня. Какая музыка, какое направление сегодня. Тебе интересно, какую музыку сегодня ты слушаешь, что тебя вдохновляет? Блин, шанско ты меня так убрал. Слушай, ну, когда ты говоришь, что я творчество, мне так хочется сказать, наше с тобой, потому что мы так долго вместе. Несмотря на то, что ты сейчас отдельно что-то делаешь, все равно мы с тобой, видимо, это уже до конца. Никуда мы не денемся, что, в общем-то, радует. Потому что это единение, такое единомышленничество, оно все-таки не с каждым случается. Ну, может, это чисто мое мнение, может, у тебя не так, тебе не так кажется. Но ты вот помнишь, мы делали узбекский альбом, где я тебя, конечно, тормошила, и Димку в Москве, который еще не вышел, в котором выйдет узбекский новый альбом, название которому мы еще не дали. Потому что некоторая категория людей очень хочет, чтобы назывался просто новый узбекский альбом, да, там, 2018 или 2019. А некоторые из них, в том числе и я, очень хотим дать название, там, по названию именно песен, например, «Менге хам» или «Мена сея», вот что-то такое, да, что, в принципе, ничего революционного не производит, по факту, для названия альбома. Но, как мне кажется, все-таки я за то, чтобы корабль называли, да, чтобы он плыл и плыл своим таким путем. Направление там, слушай, вообще не знаю. Я же все-таки как-то так запрелась там в комнате, что-то наваяла там, ужасно все записала в эти открытые колонки. И помнишь, как ты маялся там и думал, зачем в таком виде все это производить? Ты же сомневался, помнишь, или нет? Ну, был дел. Ну, сомневался, да. Я все так уперто, я хочу вот, чтобы все именно вот так и звучало, если там запирает где-то голос, ничего страшного, можно срезать и так далее. Но это чисто технические моменты. А в плане направления, ну, это все-таки связано с популярным движением, с популярной музыкой. А дальше уже внутри там есть и джазовое что-то слегка. Как ты думаешь? Я у тебя спрашиваю, потому что мы вместе там бу делали. Ну, это, скажем так, эклектика Севара Назархана, которая всегда разная. Я просто это всегда делаю упор все-таки на текст, вот слова, я вливаюсь в текст, я понимаю, что это созвучно со мной и идет музыка весьма такая упрощенная, как мне кажется. Сегодняшняя Севара достаточно простая при всем, при том, что многие говорят, ой, какая глубокая, там, не знаю, простая, что там как-то еще описывают типа там в своем каком-то направлении. Я бы не давала точно такой характеристики для себя по сей день, потому что этот поиск, он у каждого из нас продолжается. Мне нравятся, конечно, артисты, которые уверенно вот знают, они дают оценку, они могут сказать вот мне это направление, и я иду туда. У меня есть как бы артисты, вернее, один-единственный артист, который безумно меня восхищает, Роджер Уотерсон, которого ты тоже очень любишь. И вот это один из немногих людей, кто именно восхищает не просто творчеством, а позицией в музыке. То, как он излагает свою точку зрения именно с музыкальной стороны, и как ему это удается, конечно, в совокупе с людьми, кто ему в этом большом деле помогает, ну, длиной в жизнь, да, у него же каждый альбом друг за другом следует. И ты понимаешь, насколько целостный вот как человек, так и артист. И на самом деле вот такой вот эталон, он дает огромную веру в то, что музыка возможна в таком чистом виде. Поэтому как-то вот здесь уединяться вот сегодня, такой альбомчик, завтра вот такой, как-то уже не хочется. На самом деле этот альбом, который выйдет, дай богу, в 19-м теперь уже, он вообще написался в 12-м, там еще куча под столом, ну, как вот, как говорят, под столом этих песен, которые, наверное, так и отстанутся, потому что они уже не в актуале. А вот то, что выйдет, то выйдет. И даже на многие из них снялись видосы какие-то, фильмы, клипы, что тоже, по сути, не сильно меня интересует. Вот, наверное, все-таки всегда интересен материал и сам процесс. Вот когда это все, задвижка такая идет, все это создается. Вот в этом процессе с тобой потрудиться, Димке что-то отправить, переговорить, поставить какие-то акценты, точки, и вдруг завершение, и ты понимаешь, что, в принципе, вот все свершилось, надо уже двигаться дальше, что же мы будем делать. И, в принципе, вот эта наша такая слегка, может быть, я бы не сказала меланхоличная, у меня же нету каждогодних выходов альбома, чему я безумно рада, на самом деле. Как-то чувствую себя более здоровой, что ли, что нет, от этой погони за альбомами. Хотя, с другой стороны, понимаю, что это отчасти где-то и твой заработок, где-то и твоя жизнь, естественно. Невозможно от этого отрекаться, и не нужно этого делать, потому что музыка — это все-таки, видимо, какое-то посвящение твое. И то на определенное время. Невозможно сказать, что у тебя будет в следующий миг. Не то, что про завтра я вообще молчу. — Для меня этот альбом, пользуясь тем, что я немного немножко про него знаю, он для меня перекликается с твоим первым альбомом «Никичар». Почему-то, да. Потому что я помню, что тот первый альбом ты тоже в основном делала сама. Большинство аранжировок песен ты делала сама. — Я не помню, что это был корк, что ли, был? — Это был корк «Тритон». Это было давно, в стародах Евревина. И этот альбом, он для меня какой-то более личностный, может быть, сам личностный из всех альбомов, которые у тебя были. Потому что там песни более камерные. — Ты, по-моему, поболее меня копнул, вообще, в моё творчество. Так приятно, Марат, ты молодец. — И я уточняю для всех, что Димка, которую ты всё время упоминаешь, это Дмитрий Куликов, звукорежиссёр в студии «Винтаж Рекордс» в Москве и твой постоянный звукорежиссёр в концертной студии. — Да, и замечательный парень вообще. — Возвращаясь к альбому, выходили уже видео на песни «Семенгьяхам», «Бадарсан», «Исхори Ишх» и «Синьяшар Куча». Да, некоторые из них ты исполняла в концертах, которые проходили в форуме в прошлом году. — У нас с тобой, да, это было. — И сегодня важное событие касательно этого альбома, это премьера песни «Ду Нью Гебори Апман», которая была записана здесь, вживую. Это очень важно. И спасибо, что премьера состояла здесь у нас. Состоится прямо сейчас. — На очень патичном, тёплом ковре. — Я предлагаю всем её посмотреть прямо сейчас. — Послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Голос Потому что не вспоминается мне оттуда особо ничего Гастрольная жизнь очень интересная была насыщена именно вот в плане для меня понимание русской души это и татары в том числе там же много как бы кто есть и зрители все и разные и в то, что в своем время объединяющая такая сила между ними всеми одна и та же это взгляд это самовосприятие реакция все похожи в этом смысле Но сопоставляя с тем, что было там, это, конечно, большие сцены, большее количество зрителя. Для нас, для детей, это было прям, знаешь, какая-то ложка мёда или такой тортик мы получили в качестве какого-то приза, ну, видимо, я так понимаю, от Всевышнего. Поэтому уже брать проекты, которые происходили попозже, пришли, они были, наверное, более осознаны, более понятны. И я была уже, конечно, готова ко всему абсолютно. Потому что и какой-то материал был. И, например, многие спрашивают, а зачем вы в голос пошли? Я говорю, ну, по воле происходят иногда вещи. Не по своей, по воле Всевышнего иногда какие-то вещи происходят. Сопротив, потому что у меня не было такого желания, чтобы прыгнуть в эту лодку и плыть в этом голосе. Я помню, что мы хохотали сколько на эту тему, что это было всё как-то несовуразно, странно. А потом вроде, видишь, так получилось, что и песня такая раскрылась, там нет меня. То есть в ходе этих событий происходили именно моменты такие очень запоминающие для меня. Почему именно эта песня? Вот так она вот со мной как-то слилась. Я вот для себя нахожу всё моё путешествие в голосе, ну и там туры, эти гастроли, я нахожу вот именно оценка, вот эта песня в моей жизни случилась именно там. Хотя мы её пели сколько лет, помнишь? Там она именно, видимо, своего ждала полёта, что ли, так скажем. А сами туры, ну они что, мы же так постарше, в общем-то, получились. И мы вместе играли сколько концертов, ты помнишь, уже такие обзаведённые семьёй, когда уже дети, всё немножко по-другому, отношения. Раньше такие шкодные были, весёлые, там, я не знаю, помнишь, все эти тушёнки, чём там ели, что только не придётся, весело было. И уже в этих турах уже всё, мы такие, как терминаторы, в принципе, что бы там ни было, крепчаешь, да, с каждым годом. Поэтому я, в принципе, о гастроли такой большой жизни не мечтаю, потому что всё, что получено, с великой благодарностью на сегодняшний день, то есть вот все какие-то сомнения, страхи какие-то, вот недовольства, они вот перешли в стадию именно благодарности. Почему-то, знаешь, чтобы сегодня говорить, ой, я сожалею, вообще нету этого, клянусь. Видимо, как-то мы всё-таки сами себя где-то и мотивируем, и где-то наши поступки, что ли, вот вывод идёт определённый. Поэтому вот, слава Богу, туры, если это концерты, поездки какие-то редкие или очень частые, они, в принципе, такие достаточно интересные случаются, потому что всё очень по-разному, и разные форматы выступлений, что тоже само по себе привлекательные, и разные концепции программ, потому что там, как ты сам описал, всё-таки и русские альбомы, и узбекские, и направления разные. И бывает, сами зрители очень просят какие-то песни, думаешь, ух, надо же, здорово, что у людей разные вкусы. Поэтому это классно. Я знаю, что ты очень требовательна к музыкантам и к людям вообще, которые с тобой работают. И что касается, допустим, твоего коллектива, ты всегда требуешь от музыкантов полной выкладки как на сцене, так и на репетициях. Нет такого, что вот сейчас мы порепетируем, на концерте дадим. Нет. Ты требуешь всегда, чтобы стопроцентная выкладка была и на сцене, и на репетициях. Но я знаю ещё и то, что ты ещё больше требовательна к себе. Я вот сейчас думала, когда ты это говоришь, ты, конечно, захваливаешь где-то, наверное, отчасти, но как-то по наитию это происходит. Не то, чтобы школу прохожую. Как же требовать от людей, чтобы всё шло вот так, как надо? Ну, где-то и расслабоны случались, если помнишь. Конечно, не хочется, но, грубо скажу, не хочется облажаться на сцене. Ты знаешь, хочется всё-таки как-то выглядеть достойно, потому что, ну, зрители приходят, это ответственность, как ни крути. И поэтому, конечно, опять-таки, вот возвращаясь к тому, что мы получили, школа звукорежиссёров Бруно, помнишь? Да. Точнее, все бывшие ребята эти, которые тоже показали умения, свои знания, вот как важно, чтобы именно аранжировка звучала, как важно, чтобы живьём вот звучало именно так. Как важно, чтобы сэмплани переваливали, и чтобы это не выглядело, и люди не думали, что это под минус или под плюс играет артист. То есть играть живьём – это достаточно такая большая загрузка. Нагрузка вообще и на мозги, и на всё. То есть люди думают, что если живьём играет, то можно звучать как угодно. Но, конечно, это не так. Порой ты просто думаешь, поставьте просто фонограмму, не надо играть в живьём. Например, да? Ну, я так отошла немного от темы. Тут как бы имеет большое влияние, конечно, и музыканты, и артисты. Я всегда вот, вернее, певец там, или певица. Я всегда вот за то, чтобы это всё вот выливалось в один единый организм, потому что, ну, не надо себя отделять. Понимаешь? Я же, помнишь, всегда говорю, мои пацаны – это мой фронт. Я как за ними, как за стеной. Ну, может, не зря я так говорю, потому что всегда от ребят требую именно такой полной концентрации, чтобы не расслабляться. Потому что у нас как бы узбечились, сам знаешь, всё равно ребятки вот любят немножко раз так расслабиться. Раз потом собрались. И это всё в звуки отдаётся. Мы как-то записываем. Сам ты видишь, что как-то Ирги Ашеп друг за другом стараемся подтягивать. Многими фактами я реально довольна. Потому что у многих из нас есть рост. Кто-то, конечно, тормозит, никак не сдвинется с мёртвой точки. А, ну, очень надеюсь, что нам с тобой это не грозит. Поэтому вот брать просто сейчас как-то… Насчёт требовательности я считаю, что вот по возможности, пока позволяет здоровье, силы, вера, всё присутствует в голове, в жизни, там, в твоих мускулах здоровье. Ну, важно требовать от себя прежде всего. Конечно, если ты перестанешь от себя требовать и начнёшь с других это как-то собирать, то это полное занудство, это афёра, это вообще обман, сама обман и так далее. Ну, видишь, человек за собой меньше замечает. Поэтому я как бы всегда стараюсь фильтровать. И ребят всегда настраиваю на то, чтобы очень внимательно были друг к другу. То есть, если я не права, пожалуйста, ребят, обоснуйте, я скажу, простите, и мы плывём дальше. Ну, вот я как-то за равноправие, понимаешь, коммунистом такой я. Чистый технический вопрос. Для тебя вот выкладка на сцене, да, ты всегда работаешь на 100%, и выкладка в студии, есть ли разница между ними какая-то? Да, есть. Конечно, в студии у тебя такой интим происходит с этим микрофоном, он же совсем другой. Вот даже тут, в принципе, присутствует студийный микрофон. Это вообще другая работа. Абсолютно другие отношения. На сцене это совсем, ну, как бы, на сцене всё более прозрачнее, что ли, картина. Вот как мне кажется, потому что в студии это абсолютно такой вот какой-то слаженный механизм. Если присутствует, то всё хорошо, потому что микрофоны как бы очень надо аккуратно петь, дуть там, я не знаю, ну, чтобы какие-то буквы не выпадали, понимаешь? И, ну, я по себе знаю, что я долго училась, чтобы в студии всё-таки найти какой-то оптимальный вариант для своего звукоизвлечения, потому что у меня такие обертана странные, что ли, такой носовой, вот это всё, знаешь. И не всегда, если ты помнишь, я вечно ворчала, ой, такая рожировка, что-то всё давит, голос не слышит, всё. Потом уже стала понимать, что надо и самой тоже быть внимательной, именно с микрофоном найти свою вот это вот, понимаешь, ну, схему или как, я не знаю, какой-то свой праздник, потому что очень важно быть в настроении всё-таки. Найти себя в этой ситуации. Наверное, да, ну, там, крути как хочешь, там, я не знаю, в смысле, это такой вот калейдоскоп мыслей, но главное, что студийная работа, она очень специфична, это совсем другой компот, вообще другая история, поэтому иногда говорят, ой, вот этот артист вот такой студийный, ну, вот не нужно ему на сцене петь, а бывает наоборот, на сцене такая живая, а в студии мёртвые. Есть такое, есть такое. У тебя совершенно разные были выступления и по формату, и по звучанию, и по качеству звучания, и где-то хорошо, где-то плохо, где-то удобно, где-то неудобно, но при этом было такое, что иногда были выступления в ужасных технических условиях или с плохим звуком, но сами по себе они были очень хорошие, а бывало, что наоборот, что вроде всё нормально, вот когда, в какой момент ты считаешь, что вот сегодня не удалось, вот для тебя лично, что вот сегодня не получилось, это когда что, что когда плохой звук или когда у тебя там что-то. Вот, допустим, Сергей Васильевич Рахманинов, композитор, он как бы пианист, он давал концерт, и бешеный успех, и он выходил и говорил, что ужасающий сегодня концерт, когда ему спрашивают, что там, что не то, он говорит, у меня внутри кульминационная точка сползла, я вот кульминацию не в то время выстроил. То есть это знает только он сам, где у него что не получилось. А так все рады и счастливы. Есть ли у тебя такое вот ощущение? Сопоставлять себя с классическими музыкантами, это как вительство подобных, потому что их отношение к жизни, не то что к музыке, это просто такой, я не знаю, перфекционизм того же Рахманина, ну как это, у него только учиться, наверное, всем этим моментам, фактам, потому что ощущать вот так вот именно кульминационный момент. Да, ну, видишь, очень много человек пережил. Я, конечно, себя перестала вообще с кем-либо сопоставлять, потому что мне нравится вот поиск, поиск саму себя, мне нравится то, что я делаю, и это очень важно. Кстати, это прямо обращение, наверное, ко всем нам, чтобы мы, конечно, как можно раньше понимали, дай бог, что вот нам нравится то, что мы делаем, то, чем мы занимаемся, потому что это бывает чаще на всю жизнь, и это делает либо нас все-таки более счастливыми, либо нас просто это убивает. Вот. И поэтому состояние на сцене, ты сам знаешь, что чаще всего мы недовольны, да, то есть у тебя бывают моменты, у меня, мы просто, конечно, стараемся быть не такими критичными, потому что мы все-таки ориентируемся на зрителей, это тоже немаловажно, они губка, они, хотя многие могут говорить, да, что они понимают, очень много понимают, вот такие вот сверхъестественные, как это, талант зрителя чувствовать вот на каком-то таком уровне, когда ты просто видишь это в глазах и все это осознаешь, что все случилось, да, не так, как хотелось бы, но все происходит и все воспринимается как бы и по ту сторону, и по этому мы учимся в любом случае. Поэтому сказать так, чтобы я была довольна, ну, это вообще крайне редко бывало, помнишь? Потом, когда мы все-таки в ушах стали последние годы работать, там тоже куча… В смысле в ушных мониторах, ты имеешь? В ушных мониторах, да, куча всяких ситуаций, я вот никак все-таки для себя пока еще не открыла этот мир ушных мониторов, я все-таки более, наверное, консервативная, мне нравится вот просто без этих ушных, хотя, если ты помнишь, я с Гебриэлом, пускай в простенькие, но тоже было дискомфортно, а бывали несколько совсем концертов, которые вызывали безумный, вот действительно баланс, и казалось, что мы вообще без ушей находимся, всем коллективом мы это отмечали, вот, но это такой технический момент, который, к сожалению, тоже влияет на качество концертов, да? Бывает же иногда внутренний драйв этот совпадает, и все случилось, вот просто это такая стилистика музыки, да, где ансамбль очень важен, ну, получается так, а бывают моменты, когда мы с тобой играем, и, конечно, полная идиллия, например, да, то есть это фортепианный голос, это, наверное, самый удачный вариант концертирования для артиста, когда вот полный кайф такой присутствует, если красивая игра твоя. Ну, там больше, да, какая-то искренность возникает. Ну, там вроде все просто, вроде все, и при всем при этом очень глобально и глубоко, и понимаешь, понимаешь, и ты понимаешь, что там уже без всяких врагов все идет. И из этого возникает мой следующий вопрос. Давай. Про искренность. Вот, Севар Назархан каждый раз меняется, то есть невозможно предположить, какой будет следующий альбом, на каком языке, где он будет записываться, потому что география твоих альбомов, она раскидана по всему миру, это и Франция, и Англия, это и Россия, и Ташкент. Где-то мы еще что-то писали, я уже не знаю, слава богу, что это есть. Неизменным остается за все годы одно, то, за что тебя, я думаю, больше всего любят все твои поклонники, не только в Узбекистане, вообще во всем мире, это искренность, с которой ты выходишь на сцену. Ну, то есть, для меня ощущение, что ты выходишь, вот ты включил луч, и все. А вопрос мой следующий. Вот в этой искренности для тебя есть разница, вот большой зал или 20 человек, или ты выходишь и… У тебя вот вопросы, они какие-то с предполагаемыми, точными ответами, да, уже ни вправо, ни влево. Но касательно искренности, очень, конечно, забили это слово в сегодняшнее время, очень часто используют, очень редко на самом деле это есть. И я сто процентов уверена, что вот искренность – это дар Божий. И этим как-то не стоит вообще с этим шутить, потому что захочет, отнимет в секунду никакой искренности. Но ты ведь и не шутишь. А? Ты ведь и не шутишь. Я просто… Как-то так получилось, что когда нахожусь на сцене, и действительно, сам ты знаешь, не имеет значения. У нас бывают такие… Не обижайтесь, дорогие зрители, что я говорю сам ты знаешь мы, потому что я не могу воспринимать это интервью, что все никак не разделяется. И это хорошо, на самом деле. Мне кажется, вот само присутствие зрителей – это такой подарок, что… Очень люблю фразу, что все временно. Поэтому такие варианты сцены, вернее, да, сцены побольше, поменьше, она по-любому остается таковой. Квартирники какие-то иногда в домах случаются, очень интересные. Во многом это все зависит от обстоятельств, но в целом это, конечно, награда, потому что ты присутствуешь на той или иной сцене, и ты понимаешь, что это с тобой происходит, ты живой, ты делишься, контакт происходит. Ну, все достаточно искренне, потому что, ну, разные бывают зрители, бывают зрители очень неискренние, знаешь, и ты уже как бы… Я и не пытаюсь, я просто делаю, грубо говоря, свою работу, очень не люблю так выражаться, и как бы ухожу. Ну, чаще, конечно, нам всем не хватает вот этой вот, как, дележки друг с другом, бесплатные. Это же как бы все происходит капельным путем, поэтому даже каким-то более, я не знаю, космическим. Вот, и в этом смысле нету. Ну, я думаю, для настоящего артиста нет этого вообще, там малая, сцена большая, она есть в твоей жизни, происходит с тобой, спасибо. Завтра все может прекратиться, ну, если человек оптимист, он найдет другую дорогу, будет дальше двигаться. Если он, конечно, только в музыке, он будет сильно страдать, погибать, ломаться и так далее. Ну, что тоже хороший опыт, возможно, если он это врубится когда-нибудь в это, тот или иной артист. Кроме признания любви и благодарности, у меня вопросов больше нет. О, спасибо, Марат, мы с тобой молодцы. А мы смотрим еще одну песню, которая была записана здесь, в Пенсион студии, называется она «Исхоришка». Я хочу отметить, что в многих моих песнях присутствует то мальчик Маратки, очень все утепляет, все и заземляет, и с другой стороны куда-то уводит далеко. Но я реально без всяких поблажек хочу отметить тот факт, что Маратка – обалденный пианист. Никогда в жизни не назову его клавишником, хочется отрубить руки, когда люди вообще говорят клавишником, думаешь, ну как, обалденный пианист, который и Рахманинова сыграет, и сыграет что-то очень простое, джазовое. Это никакая не хвальба, это, видимо, такое ощущение, которое случается не с каждым, потому что не каждый музыкант может вот так любить и инструменты, и свою работу. И поэтому я тебе очень благодарна. Вот тут у нас в студии случились весьма такие интересные работы. Это вот «Даньянги Барепман» и «Исхуары Ишк». И я вообще радуюсь, когда мы с тобой вместе сотрудничаем, потому что это и ностальгия, и в то же самое время мы в сегодняшнем с тобой дне существуем, работаем, живем и пылаем. Не нравится им, когда его хвалят. Причаемся на «Исхуары Ишк». Всем доброго вечера, дня. Спасибо за приглашение. Спасибо большое. Люблю эту студию, пенсион-студия. Исхуары Ишк. Исхуары Ишк. Исхуары Ишк. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»